Уроки из истории христианства, можно так сказать, как раз берем посвященные 500-летию со дня начала реформации и обновлению мирового христианства. Поздравляю всех с праздником! Сегодня первый день Средствия Господнего. Вчера было предпразднество, подготовка к празднеству. Сегодня сам день праздника. И сегодня вспоминается то событие, которое мы вчера читали из Евангелия от Луки, 2 глава, где младенца Иисуса принесли в храм юрусалимский, чтобы благословить Бога, чтобы принести жертву, положенную за первенца своего. И Симеон, встретив Иосифа Марию, младенца Иешуа, взял на руки Иисуса и благословил Бога, и воздал хвалу, и сказал, что ныне отпускаешь меня, владыка. И он сказал, что Иисус, вот 32 стих, вчера внимание акцентировал ваше на этом, 32 стих говорит нам, что Он и Иисус являются светом, с одной стороны, светом для, ну, светом просвещающим все народы, язычников, и второе, это слабый, он является народом своего Израиля. И пусть Господь Бог благословит сегодня и в эти дни всех нас. Слава Богу! И самое главное, конечно, чтобы встреча с Господом происходила у каждого человека, рано или поздно, но она, ну, это счастье, если она происходит в жизни, в судьбе человека. Даже если это и уже в зрелом таком возрасте, как у Симеона, когда бы ни было, встретение, это встреча, встреча, означает встречу с Христом. Да, друзья, и продолжая тему, я вчера говорил о том, как церковь росла, выросла, распространилась, но рассказывал также не только о том, что вот пять столетий у нас идет реформация, обновление мирового христианства продолжается поэтапно такое, но и о том, что было до такого периода в огромном великой деформации мирового христианства, деградации. И вчера я затронул некоторые такие не очень хорошие, как бы, красивые темы, но нужные для того, чтобы мы понимали, насколько далеко все заходит. Если мы не заботимся иметь Бога в разуме, если мы отвлекаемся от искупившего нас Господа, если мы убираем Божье Слово из своей жизни. Потому что, вот в Постане Кремлям говорится, что если мы не заботимся иметь Бога в разуме, те, кто не заботятся иметь Бога в разуме своем, те, кто от Слова Божьего отвращаются, те, кто уже поклоняются, получается, творению, а не творцу, то Бог предает их. И это очень печально. Знаете ли, тяжело, когда человек предает, но если уж Бог предает, то это уже очень-очень печально. И это непоправимо, даже скажу так. И Бог предаст, может, человека во всяком роде проблемы эти, потому что человек отвлекается от Господа, уходит от Него сознательно. Как фараол, помните, который не пускал отцов наших из Египта, что он ожесточал свое сердце, написано, и раз, и два, и три, а потом, говорится, и ожесточил Бог его сердце. То есть изначально он сам ожесточал первые вот эти разы, его было желанием, его было решением. А дальше, ну, уже Бог его предал на это ожесточение. И кто ищет, что тот и находит, собственно. Чарльз Пельджин, интересно, рассказывал об этом ожесточении, или же, наоборот, размягчении сердца. На таких примерах очень красивых, сравнивая сердце человеческие с воском и с глиной. И он говорил еще тогда, в 19 веке, это в современной, будет так, новой истории, золотоустый английский проповедник. Так вот, этот рукоуст, будем так говорить, говорил так, что сердца человеческие могут быть похожи на воск и на глину, которые где-то там в полумраке, во тьме, где-то, допустим, в каком-то состоянии определенном, температурном там, влажности. Могут быть похожи даже на ощупь, на все. И воск и глина. Но, говорит, когда на солнце это выносишь, на жар солнечный, то воск, он плавится. А глина, она твердеет. Одно мягкое изначально, оно вообще плавится, а другое мягкое вроде бы как бы, но оно становится камнем. И вот так же сердца человеческие. Когда Бог приходит, иногда так получается, что это не на пользу человеку современному. И чтобы он, придя, не поразил земли проклятием, важно очень, чтобы в нас были другие сердца, любящие его и любящие окружающих. Потому что кто не любит Господа Иисуса Христа, тот еще живет под проклятием, по сути. Даже сам того не понимая. И человек, который не обратился лицом к Господу, который не принял его любви, не живет этой любовью, и живет в эгоизме, это глина, которая, может, сейчас еще мягкая, и кажется, что между служащим и неслужащим Богу мало разницы, но принято время, и разница будет колоссальная. Да, друзья, дамы и господа, братья и сестры, вот к древней истории. Первый период мы записали с 30-го года по 313-й годы, помните, да? В 313-м году, запомним, такое важное историческое событие было, как Миланский Эдикт, когда уже христианство превращалось уже в государственную религию. До того, до 313-го года, христианство было либо, ну, чаще всего, гонимой религией, или же терпимой религией. Но никогда не было католической, государственной, всеобщей, бюджетной, будем говорить, тем более прочее. Но ситуация резко изменилась, и, как говорил один православный реформатор, еще в начале 20-го века, в 20-е годы, прошлого уже 20-го века, это был Александр Венинский, выступая во дворце Ауринского, так тогда назывался, Афрический дворец в то время, на собрании матросов и солдат, и интеллигенции, сохранившейся в тогдашней Питерской, и в присутствии высокопоставленных тогда людей, представителей советского тогда правительства, был доклад очень серьезный, потому что общая направленность советского государства была такая антирелигиозная, и как бы был политический заказ на именно атеистическую пропаганду, очень серьезную, религия уже вытеснялась со всех сфер жизни человека, и вот приглашали религиозных деятелей некоторых для таких диспутов, для дискуссий, для выступлений, конечно же, основная масса выступавших это были атеисты, это были порой такие старые марксисты, реже анархисты, еще реже представители других, будем так говорить, направлений, но были вкраплениями и религиозные такие деятели, но чаще всего тогда в 20-е годы выступал в этом дворце уритского Александр Менинский, это был один из лидеров тогда, обновленчества, также Александр Боярский, тогда он был настоятельством Исаакиевского собора в Петербурге, в Петрограде тогдашнем, и Исаакиевский собор сейчас он, вот сейчас насчет его баталии, там, о передаче, не передаче его церкви, а в то время Исаакий, собор этот Исаакий Толмацкого, был символом реформации, символом обновленчества всего северо-запада, потому что настоятелем был как раз Александр Боярский, и Менинский там тоже часто бывал, а Боярский, кстати, Александр, вот этот, давайте тоже один из лидеров обновленчества, это родной дедушка известного Михаила Боярского, артиста театра, кино, вот его дедушка был тогда таким русским лютером, будем так говорить, очень много сделал хорошего тогда, он на самом деле, ну, и он трудился и дальше до самого момента расстрела, когда в 37-м году в Исааке по суду и следствию его просто-напросто расстреляли, как и многих других лидеров обновленчества и вообще религиозных лидеров тогда, вот, семье, конечно, набрали, коммунисты набрали очень многим, и набрали, что написали, что якобы он выслан без права переписки просто, вот, а то он после смерти Сталина пришло извещение, что его никуда не вывозили, просто в подвале тюрьмы по указке с Москвы просто расстреляли, все. Вот, и уже потом, уже, более позднее время перестройки пришла уже, пришла реабилитация, признание, ну, как бы, от правительства, еще советского тогда, что то, что произошло, это было беззаконно, потому что без всякого суда и следствия был расстрел. Михаил переживал по этому поводу тогда, вот он как раз тогда историю своей семьи, а потом рассказывал. Я был тогда в Ленинграде, потом в Петербурге уже, в Ленинграде часто бывал, и слушал выступления очень многих, тогда, интересных людей. И вот, ну, я о Боярске, может, нас Бог потом расскажу еще. А вот Ветенский Александр, как раз один из таких, знаете, атеистических таких козырей, что ли, коммунистической пропаганды, тогда, 20-х годов, было обвинение религию христианской в подчинении государству в цесарь-бабизме, в подчиненности церкви государству. Потому что при царском самодержавии тот дурдом религиозно-политический, что творился, конечно, это было, знаете ли, набило уже оскомину. И, в общем-то, все тогда в зале присутствовавшие, 20-е годы, они в их памяти еще были живы, все вот эти вот страшные события конца 19-го, начало 20-го века, когда царское правительство просто-просто деградировало настолько и вместе с ней деградировала церковь. И обвинение было такое, вот вы, как православный священнослужитель, пусть реформатор, обновление снова, вы православный священнослужитель, расскажите нам, вот, простым рабочим матросам и солдатам, и всем присутствующим, почему церковь докатилась до жизни такой. Были разные, там выступал Луначарский, нарком просвещения, как наш первый министр просвещения в Советске. И вот, Александр Виненский, он, ему дали слово, отвечать на все эти вопросы, он очень хорошо выступил, блистательно так, что большинство аудитории, стоя овациями его, провожало и матросы, и солдаты, и рабочие, вставали, и это было, Луначарский потом признавался, уже в беседе с Лениным, что это была одна из провальных, была кампаний. Вместо того, чтобы была атеистическая пропаганда, большинство революционных рабочих, солдат и матросов, потом это были активисты, не просто обычные, знаете ли, с кораблей матросы, и обычные солдаты из окопов. Это были активисты, пропагандисты, агитаторы, которые, ну, знаете ли, тоже прошли много, что и видели в жизни всякое, и смертно смотрели не раз в глаза, и знаете ли, многие из них были, уже как бы считались убежденными атеистами, но после таких дискуссий, диспутов, говорили такие, Христос такие, Бог и Господь, и многие из них потом поворачивались как раз назад, к Богу. И вот Вединский очень красиво рассказал о той истории, я хочу некоторые примеры привести его. Я привожу в семинарах очень часто его слова, его, ну, мало ссылаюсь на него, но часто привожу его слова, потому что во многом благодаря ему, как раз Вединскому Александру, я вот именно в сегодняшнем своем виде существую и дружусь, потому что он был, Александр Вединский, был митрополитом, не просто служителем, а реформатором, обновленцем, и он был первопроходцем. И он говорил, что цезарь-попизм это как раковый опухоль, цезарь-попизм это проклятие церкви, подчиненность церкви государства. Он приводил слова Иисуса Христа и сказал, что церковь вела себя совершенно неподобающе, что необходимо покаяние церкви, что позиция Иисуса была не цезарь-попийская, не папа-цесарийская, а была очень такая выдержанная, четкая, простая. Цезарю Цезарева Богу Божьему. Вот, и по поводу цезарь-попизма он сказал времен Константиновых, он сказал так, очень красиво, так литературно, и попала, говорит, птица царства Божьего в золотую клетку государства. Вот известно, думаю, его извлечение тогда. Да, это была золотая, но это была ветка. И даже если это было из золота, это было рабство. И, друзья, цезарь-попизм как дурно влияет как на государство, так дурно влияет и на церковь, потому что это не свойственно, ни тому, ни другому позиция совершенно. И вот из-за цезарь-попизма, из-за подчиненности церкви государству, в общем-то, и рождались, наверное, все известные вообще в христианстве ереси. Ну, а нет, они рождались, конечно, помимо того, и чаще всего где-то совершенно не в политических кругах, в религиозных делях, в пустынях часто и вообще в умах мистиков религиозных. Но благодаря политическому, ярко выраженному политическому заказу эти ереси, они не только как бы обнародовались, публично оглашались везде, они и пропагандировались, распространялись, но они и официально принимались, официально они даже становились законами, законами империи. Вот, допустим, я вчера что упомянул, какую там заразу, такую самую главную болячку-то, многобожие, вот вчера я так назвал этим словом, я часто называю такими словами, такими характерными, многобожие, выражающиеся в христианстве и современном в том числе христианстве, к сожалению, увы, это не просто история, сейчас я рассказываю, не просто то, что было когда-то, в те незапамятные времена, это то, что сейчас происходит в наши дни, близко, рядом с нами. Печально, конечно, это то, в чем я жил некоторые годы своей жизни. И вот, многобожие это ложное учение, ложное представление, что молиться можно многим, вообще, сама идея, это она развращенная. Недаром многобожие Бог Библии сравнивал с чем? С супружеской неверностью. Потому что молитву Бог сравнивает как самая интимная близость с Ним. И если человек не только к Богу обращается, но кому-то еще, и взывает, и молится, вообще, когда человек молится, даже это атеисты порой понимают, атеисты тоже молятся, а дураки не молятся вообще. Знаете, все молятся по-своему, или как идиота, если брать по Достоевскому, он не молится. Он говорил, что абсолютно атеисты, вот там он пишет к друзьям, значит, переписка с друзьями Клюда Михайловича Достоевского, он так и пишет, не молящийся, человек, кто не молится, это абсолютно атеист. Но когда абсолютно атеист, это либо абсолютно идиот, либо абсолютно негодяй. Все остальные люди, они во что-то верят все равно и как-то обращаются, молятся. В Библии говорится, даже животные молятся по-своему. Растительный мир, вот недавно на днях был праздник, ну, как бы, не церковный, как бы, и не религиозный даже, по большому счету, а такой больше народный, еврейский, светский, такой праздник. В Израиле он очень празднуется, мы тоже его в Кривом Руге празднули, правда, среди сугробов. Значит, Тубишва, и его мы обычно называем в народе Новый год Дилепи. или плодов Новый год. Но в Израиле в это время высаживается полнолуние, вот, прошедшие на днях полнолуние месяца Шват, высаживаются деревья, кустарники, начинается сельхозработа на огородах евреи пашут. Вот, в общем-то, в этих кибуцах начинается работа серьезная такая. И не только в кибуцах, я вообще говорю, деревья высаживаются, особенно сейчас, после прошлогодних этих терактов, унесших там просто множество деревьев, сейчас идет массовая посадка деревьев, и есть программа, мы тоже участвуем в этой программе, и финансово, и всячески участвуем в озеленении Израиля, и надеемся, что уже к 18-му году не только последствия этих страшных терактов будут ликвидированы, но и еще больше будет озеленение Израиля, чем было до этой такой необъявленной войны терроризма с зелеными насаждениями Израиля, земли Божьей. И сегодня, так вот, и когда мы в Кривом Роге праздновали это, молились, Бога благодарили, молились за весь растительный мир, не только Израиля, Иерусалима, Израиля, но и Украины, и все наши планеты благодарили Бога за все деревья, за кустарники, за рамушку-муравушку, за весь растительный мир. Так вот, и в Библии говорится, все дышащее хвалит Господа, и говорится, что деревья тоже рукоплещут Господу. Вот, для атеистов еще в начале 20-го века это было смешным заявлением, это просмеивали агитаторы, а сегодня, уже в начале 21-го столетия, сто лет спустя, сегодня тоже факт, что деревья, растительный мир тоже живой, он чувствует, он ощущает и реагирует на людей, и не только на людей. Интересно очень, то есть, век современный очень многие вещи, которые в Библии говорит, сегодня открываются как-то раньше. Ну вот, дамы и господа, и, конечно, благодаря цесарь и попизму, да, многие ереси пришли, и многобожие, это очень страшно, зараза. и кроме многобожия, вчера еще называл я идолопоклонство, это вторая вещь. Обычно они где-то рядом, потому что нарушение первой и второй заповеди, они где-то рядом ходят всегда, знаете ли, в паре, потому что там, где многобожие, там обычно всегда идолопоклонство, и наоборот, там, где идолопоклонство, всегда где-то рядом и многобожие. Но между ними принципиально есть разница Многобожие Оно не обязательно привязано К вещественному какому-то поклонению К идлопоклонству как таковому Многобожие бывает Чисто духовным явлением Когда без привязки к какому-либо материальному объекту Человек просто молится Кому-то еще, помимо Господа Бога Всемогущего Тем самым развращая свою душу Просто-напросто И лишаясь благодати Бога И уходя, по сути, от Создателя своего Потому что Господь, Он не согласится быть номером 2, 3 И прочее И Израилю, когда в своей истории Народ Божий Тогда, вот в Весном Завете Описано Допускал многобожие Израилю Бог обращался Очень нелестно Пророки говорили Божьим И большие, и малые пророки Оси, допустим, из малых пророков Говорили Израилю Сравнивая его С блудницей Сравнивая его С гулящей женщиной И Каждый раз Вот так Обзывая свой народ Бог призывал к покаянию И Он говорил Вернись, я все прощу Вообще, еврейское слово Отшува Вчера я упоминал это слово Уже Означает Ну, переводится как Покаяние На русский Но Первое значение Этого слова Отшува Это Возвращение домой Возвращение в себя Возвращение к Богу Возвращение И вот То, что Иисус рассказал О притче Притче той Про Того бедолагу Сына Который Блудным стал И Жил со свиньями Там возле корыда свиного Потом пришел в себя Потом он встал и пошел Потом был принят отцом Потом был в доме отца Вот это все Это шува Это все Этапы Шувы Покаяния Дамы и господа И Братья и сестры Дорогие мои К сожалению Да И многобожие И идолопоклонство Во всех его Извращенных формах Христианство Хлынули Грязным потоком Когда Цезарепопизм Установился Как Главный Вектор Церковный Император Говорили такие слова Иовиан был такой Некто В четвертом веке Он впервые По-моему это сказал Ну до него Это в принципе Подразумевалось Но огласил Вслух Епископов Служителей церкви Это был Иовиан И он сказал Такие слова То что мне угодно Это и есть Канон церкви И к сожалению Уже В пятом столетии Это были уже Не просто слова Это были деяги Когда императора Брали на себя Дерзко Право Решать На что будут верить Миллионы Их подданных Которых они считали Не просто Если я считаю Не просто Их Властителями тел Но и Властителями душ По сути Ну нечто подобное И древний рим Конечно же Сосарепопизмом Становились Все католические Религии Безусловно Тот же самый Культ Зевса Питера Это был Католический Культ И Понятное дело Что Это была Бюджетная Религия И император Католическая Тоже Она была Бюджетная Жрецы Пользовались Всеми правами И ботами Государственной Религии Храмы Строились Не просто На прожитывание Жрецы Не ходили С коробочками Собирать Пожертвы За государственные Деяния Налоги За счет Налогоплотильщиков Строились Эти храмы Митроизм И так же И тут же Как только Это было Провознашено Верховным Партификом Митры Так же Становится Император И потом Следующий Император И дальше И дальше То есть Это была Система Католическая Система Весьма Развращенная Но Языческая Система Я хочу Пояснить Что католическая В то время Никак не относилась К христианству Абсолютно Потому что Римские императоры Со времен Юлия Цезаря Себя называли Католическими Императорами И свою империю Зывали католической То есть Всеобщее По-русски Можно сказать Так Вселенская Всеобщее Универсальная Религия Рим считал Свою религию И свою империю Вселенской Они не хотели Думать только Лишь как бы О Риме И об Италии Нет У них был план Такой Что Наполеон отдыхал Знаете ли Да Это был Один из этапов Глобализации Ну после Вавилонии Наверное Это самая Такая мощная Мощная попытка Именно глобального Мира Ну конечно же Можно вспомнить И Македонского Александра С его имминизацией Но Это было в меньшей Степени По сути Рим Это была попытка Действительной Глобализации Тогдашнего Человеческого мира Римские дороги Соединяли Знаете ли Весь свет Тогдашний Культуру Всю Науку Все Соединяло Бизнес И Люди С разным Цветом Кожи Разного Вероисповедания Себя Гордо Называли Гражданами Рима Ну свободными Конечно же Да Граждане Неравны И В общем-то Это была Очень Серьезная Такая Глобализация И благодаря Именно этому Христианство Стало Глобальной Религией Первый Второй Третий Век Потому что Благодаря Римским Дорогам Благодаря Общему Греко-римскому Мышлению Языку Христианство Очень быстро Первое же поколение Достигло Края Края Самых Краев Всех Краев Всех Провинций Римской Империи Так что Некоторые Сегодня Боятся Глобализации Христиане Порой Удивляют Меня В сетях Публикуются Глобальный Мир Масона Что-то Еще Занимать Всякой Чекухой Лишь бы Не делал Божью Работу Я удивляюсь Знаете Всякой Дурью Всякой Занимаются Порой Христиане И Так вот На самом деле Любящим Господа Призванным По его Изволению Все Содействует К благу Аминь А те Кто боятся Глобализации Масонов Что-то Еще Значит Они Либо Не любят Бога Либо Не призваны Им Просто Сами По себе Живут Себя Предупреждениях Христиане Им Хорошо А на самом деле Если Чек Любит Бога И Призван И Служит Призванию Слему Да Божьем То Бояться Кого-то И Заниматься Всякой Чепухой Всякой Ерудой Я У себя В церкви В Киеве Часто Знаете С чем Сравниваю Вот С армией Очень хороший Пример Тем более Что Библия Нас Сравнивает С воинами И прочее С армией Христа Иисуса Так вот И Если Какое-то Подразделение Допустим Солдаты Допустим Не озадачены Бездили То что Всякой Дурь Чем Занимает Солдат Это Всякая Глупость Вообще Поэтому Одна из Первых задач Офицеров Всегда Состав Воинский Именно Действительно Озадачить Работу Фронт работы Копаем Отсюда И до Обеда Допустим Все Солдат Солдат Без работа Потенциальный Преступник То же самое Что Христианин Без работы Это потенциальный Преступник Это уже Преступник С точки зрения Божьего слова Это уже Преступник По сути Все А с точки зрения Светского Закона Он потенциальный Преступник В общем-то Потому что Всякая Глубость И Насчет Глобализации Которая Пугает К сожалению Очень многих Таких Христиан Которые Вне Христа Еще По разным Причинам Каким-то Своим И После Рима Такая Самая Огромная Попытка Глобального Мира Да Именно Не просто Попытка Даже Увенчавшаяся Неким Успехом Это была Британская Империя Великая Британская Империя Не знавшая Себя равных Ни по Времени Своего Существования Ни по Территории Охваченной На планете На самом деле Это была Не просто Попытка Это было Действительно Первый опыт Именно Создания Глобального Мира Британцы Говорили Гордо Что Солнце Никогда Не заходит На землю Величества Потому что Действительно В каждом Часом Бойсе Британское 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 Корон Были Колонии Британское Корон И Империя Не знала Себя Равных Весь мир Затаив Дыхание Особенно В 19 Веке Весь мир Затаив Дыхание Наблюдал За Викторианской Эпохой Где Английский Язык Стал Языком Любого Более Менее Нормального Адекватного Человека Просвещенного Человека Где Британский Флаг Разливался На всей Планете Вообще И До самого Конца 19 Столетия Это было Так Удивительнейшая История Не знавшая Аналога Вообще В истории Человечества До того Были разные Империи Конечно Большие Малые Но С британской Ни одна Даже близко Не можно сравниться Просто Даже близко И Так вот Интересно И тоже Многие Пугались Этой Глобализации И Британской Гордыни Но самое Интересное Именно 19 Век Именно Именно Вектианская Эпоха Особенно В частности Стала Эпохой Великой Глобальной Евангелизации Впервые В истории Человечества Глобальная Евангелизация Которая Зажроновала Почти Все страны И народы Вообще Мире На планете До того Планета Наша Не знала Ничего Подобного Были Одельные Евангелизации Там Сям Отдельных Народов Но Никогда Она Не была Глобальной Никогда Она Она Не была Планетарного Масштаба Сегодня Век интернета Новый Этап Глобализации Еще более Впечатляющий Правда Непонятно Чем Лаг Развивается Но Глобальный Мир Создается И Многие Люди Боятся Особенно Неверующие Но Верующие Знают Это Для Славы Нашего Спасителя Иисуса Христа В очередной Раз Только Еще Больше Вящей Славы Нежели При Риме Нежели При Британии Сегодняшняя Евангелизация Она Уже Я Вчера Пример Приводил Да Превзошла Все то Что знал Человеческий Мир Цивилизация Наша За два Прошлых Тысячелетия Первых 15 лет 21 столетия Превзошли По масштабам Евангелизации Служение Богу На этой земле Все Два Тысячелетия Вместе Взятые По самым даже скромным подсчетам Это ли не слава Божьей Друзья Слава Иисусу И Дамы и господа Братья и сестры Но Вот В современной эпохе Давайте снова нырнем В глубь столетий И порой Не очень приятные времена Нам нужно нырнуть Чтобы Научиться умразуму В чем-то Во-первых Ценить то время Которое Он нас поместил Бог нас мог поместить В любую эпоху Это Он Хозяин жизни Не мы Мы не можем Избирать родителей От которых родимся Мы Не можем Избирать Страну В которой мы родимся Мы не можем Избирать Эпоху В которой мы родимся Бог помещает Души человеческие Где Он сам хочет Мы могли бы родиться В Древнем Риме Мы могли бы родиться В Древней Греции Мы могли бы родиться В Британской империи Где-то Кто его знает Где бы Мы могли бы родиться Но мы родились В это время В этот час И мы сейчас Именно живем И мы Пересеклись сейчас вместе, то есть в этом зале, с очень разными судьбами, и из истории можно брать очень интересные примеры для служения дальнейшего. «Избави нас Господь от злого духа, нечистого духа, мучающего многих христиан, духа критицизма». Когда, знаете ли, не от большого ума порой верующие говорят такие слова, вот если бы мы жили во внуе Бога, мы бы так и так поступали, мы бы то и то делали, так и так говорили. И, ой, это нет большого ума, говорят христиане, на самом деле мы не вправе судить тех или прочих, хотя задним умом всегда умнее кажется человек, но на самом деле мы, смотря на ошибки падших, на страшные порой события прошлых столетий, учимся сегодня не грешить, учимся смиряться, учимся тому, что действительно нам, знаете подобает больше смиренное служение, нежели гордое превозношение над прошлыми поколениями. И я упоминал страшные события вчера и сегодня еще более ужасные, но так было, увы. И дай Боже нам не повторять ошибок. Поэтому самое первое, я просто заклинаю всех присутствующих именем Господа Иисуса Христа заклинаю, не молитесь никому, только лишь Богу. Пожалуйста, пусть это идея шальная, какая-то дурная, не знаю, идея, вот вообще даже мысль в эту сторону, что помолиться кому-то еще на стороне, пусть она будет табу для вас. Молитесь только лишь Богу. И если возникает вдруг недоверие, а поймет ли Бог, а правильно ли я могу ему выразить свою мысль? Мессия Иисус, Он сказал интересные слова, что прежде чем наше упрошение у Него, Он, Отец, уже знает все, о чем ты будешь молиться. Согласно новозаветному нашему учению христианскому, лишь один посредник, ходатай, это Сам Иисус Христос. И вот местописание можно вывести, если 1 Тимофею 2.5, очень важно запомнить, это не вырвано из контекста «Боже упаси», это в контексте всего Нового Завета, послание, цитата. 1 Тимофею 2.5, 2 глава, 5 стихом говорится, и начало 6 можно потом еще показать. 1 Тимофею 2.5 стих. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, и дальше говорится, предавший себя для искупления всех. Аминь. Един Бог и един посредник. Ходатай Нового Завета, говорится о нем в Библии Нового Завета. Потом говорится, что еще, первосвященник, Иисус первосвященник. Потом говорится, что? Ну, в конце концов, слова самого Иисуса Христа, что Он есть путь истинной жизни, и Он говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня, в 14-й Павиану. То есть только лишь Он есть этот путь в истинной жизни. Да, друзья. И первые апостолы, первые верующие, это очень четко понимали и это провозглашали. Эту веру апостольскую, евангельскую, христианскую сегодня, по милости Божьей, мы переняли как астафету веры и несем ее по жизни и передаем дальше. И что они говорили, что мы говорим сейчас? Что ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям. Которого надвижало бы нам спастись. Мы это провозглашаем всей планете. Слава Богу. Да, дамы и господа. И кроме многобожьего и глобогонства, проблемы, разные другие еще всплыли. Такие религиозно-политические. Да, и вот я уже вначале сказал в сегодняшнем уроке, что на появление и распространение всех этих ересей был ярко выраженный политический заказ. Очень характерным здесь является не только там многобожье, идолопоклонство, что-то еще. Знаете, что еще? Особенно иллюстрирует. Очень хорошо иллюстрирует. Такая ересь, как бедобаптизм ее называют. Бедобаптизм. Ну, баптизм, знаете, что такое, да? Баптизу. Слышали? Знаете? Кто такие баптисты? Братья. Баптисты не мы? Мы не баптисты или нет? Нет, и мы баптисты как раз. Да, баптизу это погружение по русле. Да, погружение, окунание. Баптизу, это не страшное слово. Это в Союзе пугали баптистами. Вот есть такие баптисты, это все. Такие всякие эрес, такие. И, вот, Жентл приносит пионеров, значит, там, у нас так говорили. Ну, я жил в Орле, вот. И там, значит, 70-е годы как раз. И, значит, в школе все, значит, пугали. Я, правда, никак, я вообще вырос в баптистической семье. И для меня слово баптист вообще ничто не значило вообще, абсолютно. Вот. И впервые в жизни я услышал, что, вот, есть такие, есть такие люди, которые верят, что Бог есть. Хотя на самом деле Бога нет. И вот они там убили пионера, какого-то принесли в жертву самому баптистскому богу. Жуть, конечно. Ну, уже в наше время, ну, со мной, я учился в одной школе, в Орле, там, на Выгонке. И, значит, учился в другом классе только Павел Абашин, ныне епископ, епископ, епископ-брасный там, в Орловской области, от РосКВЕ. И мы с ним давно уже общаемся, дружим. И интересно, он рассказывал потом, и я потом интересовался у братьев, старших братьев там, вот, и баптистов, и писятников. Вот. Что же было такое? Обратился специально к газетам старым, с 50-х годов. Что выяснилось? Да, был трагический случай. Там, в Балтийский дом молитвенный, кажется, был такой, ну, малоприметный, вообще, полусекретный, значит, возле трамвайных путей. И так получилось, что пионер один попал по трамваю прямо вот неподалеку. И специально у баптиста, потому что у баптиста специально отполкнули, они как раз наоборот его, как-то спасали. Вот. Но все перевернули в газете, значит, и был там, и суд такой, и такой, и там посадили многих верующих, якобы за жата приношения. А якобы бросили пионеры специально на праздник свой религиозный, там, ну, я так понял, на пасху уже весной было дело, значит, на праздник религиозный принесли в жертву своему баптистскому богу пионеры. Бред, конечно. Вот. Потом, и в Брянской области ездил, потому что там баптистский дом молитвенный большой. Там вообще история такая. КГБ специально подсадных путок, как сейчас, допустим, в России практикуется такая система. Вот, значит, тогда это было просто, ну, очень популярная тема. И специально подсадных путок сажались, таких, значит, и, а с дверями уже там ждали уже милиция и КГБ. Значит, и какая-то там, значит, там, это, женщина в собрании, ну, всех же там не проверишь, там, большое собрание доводят. Ну, может, первый раз пришел человек, мало ли. Вот. И вызов к покаянию, значит, и, значит, вот эта женщина встает, идет, вроде как, кается. Такое пальто такое длинное, все, значит, ну, ладно, идет, кается. Вот. И вот момент милиции там, а, и она сбрасывает с себя все это, а там в чем мать его дело? И бросается на пресс-фитеры. Орет, значит, там что-то, типа, что-то и там, ну, короче, блудное что-то. И, значит, и милиция уже заходит, КГБ, все, фотографируют. Вот. Якобы сорвали праздник баптистский хапун. Когда хапун, групповой секс такой. Вот. И потом, а потом это не один десяток лет. Семидесятых годов это было дело, и еще восьмидесятых у нас, даже, помню, там тоже, там, наврили. Вот. Даже в семинарии, в восемьдесят восьмой год, Генри Боровик, помните, кто? Международный панораму вел. У нас он вел лекции некоторые. Так интересно было, как по телевизору, только вживую. Дикольно так было. Он вел программу, ой, если не программу, он вел как раз некоторые лекции. И то же самое повторяли. Вот, ну, есть на праздник хапун такой, значит, там, выхапывают друг друга. Интересно, вот такие баптисты, особенно пятидесятники. Вот. Там говорилось так, что, значит, баптисты, пятидесятники это и те другие, это одна палата. Как бы, да, в принципе. Но, говорит, пятидесятники, которые тихие, сумасшедшие, а пятидесятники, которые буйные. Вот как бы, вот и вся разница. Ну, да. И вот, значит, и потом еще другой случай тоже. Тоже в газетах в Брянских, там, значит, Орловских, тогда в 70-е годы вообще популярная такая была антисектантская работа. Тоже пацанная утка была. Кстати, ту женщину, которая на кишом там бросилась на пресс-фитера. А старика пресс-фитера за разурат. Официально не за религию, не за проповедство Божьего. За распутство, за всю жизнь человек проповедует на кафедре, его за распутство, значит, посадили в тюрьму. Ну, вообще-то... Вот, значит, а другой был случай, вообще там, закрытый молитвенный в Брянской области. Пришла тоже женщина с ребенком, ну, кто ее знает, значит, и может помолиться, что, значит. И вдруг она встает, короче, с вене собрания, и ни с того, ни с сего, вообще, и с то, что волосом, как сирена, орет вся, благиматом. И когда будем мы его там, типа, Ванюшу, там, приносить в жертву, значит, уже все, уже, как бы, тут же понятые, тут же милиция, КГБ, все, и потом прописали, сорвали, значит, жертвоприношение, убийство ребенка сектантами брянскими. И тех бахтистов там посажали, них и многих, многих разгоняли, вот, а дом молитвенно закрыли, и все, и в поселке, в том, значит, ну, пригороде уже и не было домолитвенно тогда. Вот так вот. И официально в Союзе Советском была свобода совести, КГБ, вот, поэтому КГБ работало вот такими подлыми методиками, вот, верующих приструняем. Вот, да, для меня это не просто история, для меня это живое, потому что я сам был в прошлом году судим, вот, по антитеррору, антитеррористическим поправкам, я рабой, так что перед вами евангелист-рецидивист уже. Поподробнее, да. Судья признала меня виновным в распространении благой вести путем незаконной, религиозной, а, как сказать, миссионерской деятельности. Вообще полный бред. Судили не милиционера, которые сормали наше служение, и пришли, значит, а то, что собрание было официальное, значит, там все, значит, все чин по чину, абсолютно, официальная аренда, ремонт сделан, значит, там, люди, ну, как бы, общественная организация зарегистрирована, у меня все документы, абсолютно, то есть, как бы, потом адвокатам, советовался христианским адвокатам, они разводят руками, ну, по закону вы правы, то есть, но, что дышло закону, вот, и судья признал меня виновным, правда, значит, самый минимальный срок, значит, не срок, а, как его, наказание минимальное, это штраф, денежный штраф, но теперь, значит, все время меня арестовывают, задерживают по антитеррору, потому что я в списках антитеррористической, и те, кто бомбы делают, и те, кто Библию проповедует, теперь, ну, как бы, по одним законам судимы, вообще, ну, бред полный, вот, вот эта старая дореволюционная система, которая при коммунистах, она получила новый виток развития, сегодня ее пытаются реанимировать, мутировав, гибридно так вот, применяя совершенно, вот такая история, дамы и господа, и, до того, да, вот я остановился на педобартизме, что это такое? Педобартизм. Педобартизм, это крещение малолетних, крещение младенцев, или же даже взрослых, называют тоже педобартизмом, взрослых, но без научения, без просвещения совершенно, а вот просто взяли и покрестили, как бы, и ничему не научив абсолютно, то есть человек, даже чистый лист, даже основ веры не знает, просто его покрестили, обрядово, ну, массовка, мало ли, как многие рассказывали, вот там крестили, в начале 90-х, ну, все крестили, ну, я пошел тоже, как бы, а что ж, все бегут, я бегу, вот, да, ну, вот такая история, и педобартизм, такая зараза, которая, ну, даже сложнее в чем-то ее вытравить, чем даже многобожие иглопоклонства, потому что, понимаете ли, даже многие протестантские церкви, ей болеют этой заразой, особенно старые, как первых поколений, там, 16-го столетия, 17-го столетия, те протестантские церкви старые, ей до сих пор болеют, потому что, не лютер там, не другие многие реформаторы, не решились, не камни, не свингли, не решились вырваться из этой заразы, очень прилипчивые, и еще и почему, потому что, лютер, с одной стороны, вышел с католической церкви, и я много хорошего говорю о нем, конечно же, и не хочу его память, как бы, знать или очернять, но были некоторые ошибки его, которые сегодня, все чаще и чаще, так вот, ну, как бы, напоминаются, вот, поминаются, вспоминаются, и об этом говорят все чаще, да, и выйдя из католической системы, он во многом, ну, по повиду не порвал эту католицизм, по сути, во многом оставшись еще католиком, и его антисемитизм, хотя его антисемитизм, конечно, если сравнивать, это, как говорится, две большие разницы, да, значит, антисемитизм лютера, и тогдашний религиозный, мафиозно-коррумпированной системы, антисемитской, тогдашнего папизма, это совершенно разные вещи, абсолютно, если лютер нам, в некоторых своих выступлениях, он одобрял, все эти вот, деяния против евреев, и принуждения их, и погромы, погромы, синагог, то, знаете ли, католическая система, она это делала постоянно, то есть, хотя в последних своих письмах, уже, письма лютера, издания, есть на русском языке, интересно очень, он признается, что во многом перегибал палку, и он говорит о себе, что он не считает себя антисемитом, и, в общем-то, ну, я так понимаю, что уже по старости лет, как бы уже прозрение у него пришло, хотя и поначалу, по молодости, он осуждал, как раз именно, папизм, осуждал папу римского, за антисемитизм, за притеснение евреев, да, тоже есть его, и молодые будут такие высказывания интересные, вот, и вот, и он остался, кроме всего прочего, еще и цезарь папистом, к сожалению, ну, как бы, трудно судить лютера, не знаю, как на его месте мы были, либо себя бы, потому что его поспалили бы, так, его поспалили на костре, как всех остальных предыдущих, просто, в то время уже, как говорится, руки короткие были, уже многие сильные века сего, люди, они, ну, заступили за него, особенно в Северной Германии, властители многие, они уже увидели в лютере, вот своего, увидели в лютере именно национальную идею, в конце концов, потому что, тогдашняя Европа, под властью безбожной, римского, это было нечто похожее на Евросоюз современный, но еще в большей степени на Советский Союз, вот, недавнего прошлого, потому что была идея из разных народов Европы создать один народ, одну общность, одну новую общественную формацию, по сути, в ущерб всем национальным интересам создавался один глобальный мир во главе с Папой Римским, католическая империя, и многим это было просто-напросто не по граву, и как раз начало 16-го столетия характеризовано как раз и национальными самосознаниями, пробуждением национального самосознаниями, и Германии, и, ну, такой продолжительной успешной реформации, требуются определенные политические условия, религиозные, экономические, очень важные, национальные условия, некоторые очень важные, и все это было в начале 16-го столетия, поэтому Людер опирался также вот на корону, на власть сильных веков сего, и цезарепапизм, а там, где цезарепапизм, там всегда будет педапаптизм, потому что, собственно, он и возник-то через сильных веков сего, как бы укоренился в церкви через сильных веков сего. То есть первые столетия крестили, чтобы поверить в Иисуса Христа, то есть никому там в голову не приходило крестить, именно, как говорил один современный поэт в России, «Без меня меня крестили». Знаете, вот, ну да, даже «без меня меня женили» не так обидно, как «без меня меня крестили». Потому что крещение, как именно таинство, переживание, обещание Богу, служение доброй совести, или испрашивание у Бога доброй совести, и то, и другое подразумевает именно активное участие самого человека, и души человеческой. Знаете ли, и, к сожалению, вот этого права системой мафиозной, религиозной, человек лишался этого права, элементарного права. И за него решалась система. Человек, поэтому, и инфантильным был в вере, неразвитым абсолютно, потому что, ну, знаете ли, вот человек вырастает, подрос, а ему уже говорят, ты христианин, когда? Не помнишь, что ты? А, тебе и не надо помнить. За тебя все уже решили, ты человек системы, винтик, все, ты родился, значит, пригодился. Все, значит, тебя покрестили, вот, будь здоров, теперь, десятину церковную, значит, там, приноси, и, будешь, дайвать, полиция, жандарма тобой займутся, там, или инквизиция, вот, значит, и прочее, 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 прочее. Вот как в Царской России было, допустим, я примеры специально, могу из Древней Церкви приводить кучу, но лучше всего из вот такой недавнейшей истории, как бы по свежему больше следу. И в Царской России, допустим, значит, в Российской империи, в своде законов Российской империи, 14-й том, в преамбуле, было написано, что глава Церкви, его императорское величество. То есть было прописано это в своде законов Российской империи, что главой Церкви, православной имелось в виду, конечно же, является его императорское величество. Но это же было прописано и в церковных документах многих, и во многих светских, других документах. Вот, в церковном регламенте, уставе церковном, и в церковном присяге, и прочих, прочих, прочих решениях. Так вот, и, и, так, а у нас время? Есть еще. Ага, хорошо. И, вот, и вот тот же самый вопрос Десятины, в царское время он был принудиловкой. Вот почему, когда, знаете ли, начались эти революционные брожения, то народ просто-напросто очень сильно отшатнулся от церкви, потому что все было принудительно. А принудительно, насильно мил не будешь, насильно христианином не станешь, знаете ли? Тем более, ведь нарушается Божий принцип, потому что что в Десятине, что в Крещении, что вообще во все. Доброходно дающего любит Бог, написано. Не из-под палки, не из-под, не манипуляции, не чем-то еще. Добровольно отдающего любит Бог. Свою жизнь, свое сердце добровольно, понимаете ли? Свою Десятину, своей жизни, все-все-все абсолютно. Добровольно, доброходно. И Десятина была с самого начала, конечно, на Руси, вот еще Киевской Руси. Первый храм, уже не деревянный, а каменный, он так и назывался, Десятина церкви, она была построена на десятинах киевлян, крещенных тогда, в 988 году, когда крестили на Днепре всех, то следующим актом было сбор десятин всех. Со всего имущества киевлян священники ходили с солдатами и все описывали имущество и отеляли десятую часть, будь добр, не кашляй, как говорится, отдай. И, в общем-то, забирали десятую часть, построили зато хороший храм, первый каменный храм. И он все это время, пока до самого своего там уже развала фактически, содержался на десятинах, ну чаще всего не киевлян уже, а богатых этих вот киевлян или же князя Киевского, по крайней мере, его семьи. Ну, это был главный олигарх тогда же. Так вот, и, в общем-то, вот десятина церков. И потом все десятина они собирались принудительно, что вызывало всегда, в каждую эпоху вызывало такое противодействие, особенно вот век, мать его тут, технического прогресса, железной девятнадцатилек, так называемый, конечно же, здесь сыграл очень страшную такую роль этот вопрос. И, допустим, если вы были фабричными рабочими, да, то вас даже не спрашивали вообще. Десять процентов от вашей общей зарплаты, еще чисто, еще, это было в церковь. Вы даже ее не видели. Она сразу шла уже в православную церковь. Вот, а значит, с девяносто процентов брались уже всякие налоги, штрафы, там, вычеты и прочее, прочее, прочее. Поэтому и система штрафа была такая продумана, что официально заработок рабочего в Российской империи был один из самых высоких в мире. Но, это Дея Юре, а фактически один из самых низких вообще. Не только в Европе, но и в мире. Парадокс. Многие иностранцы обзывали руками, не понимали, в чем дело. Оказывается, система штрафа позволяла наличкой уже на выходе рабочим уплотить столько, что это его меньше минимума прожиточного. Поэтому многие испивались просто и, в общем-то, деградировали. Вот, целые кварталы рабочие. Вот, но были глаза пускала правительство Царское очень серьезно, конечно. И вот, и если, допустим, мы были бизнесмены, к примеру, да, из-за включения какую-то сделку, то сразу же обязательно оговаривались 10% это в церковь, отдай не греши. Даже если, допустим, один из компаньонов только лишь православный, а все остальные мусульмане, или буддисты, или иудеи, допустим, неважно. Здесь закон есть закон. Заутаивание части даже десятина полагалось уголовное преследование, ну, христиан обычно пароли, вот, значит, заблевали в солдаты, значит, при систематическом, да, в солдаты, или же в остров сажали на цель, вот, или в Сибирь матушку. В Сибирь кишма, кишила, злостными неплательщиками десяти. Поэтому, как бы, Сибирь матушка, как бы, процветала через это. Вот, и в начале семнадцатого года, я имею ввиду, семнадцатого года, сто лет назад, как раз вот примерно в это время началась такая серьезная заварушка, и революция назвали, потом, впоследствии, да, февральская революция, и первая возникла такое в истории России демократическое правительство по главе с Керенским. И одно из первых решений в марте семнадцатого года, сто лет назад, это было решение свободы вероисповедания, свобода совести, десятки тысяч кузников совести, следевшие за Слово Божье, за пропусть, за свое революционное зрение, были отключены на свободу. И в вопросах вероучения была объявлена свобода, было наказание отныне за принуждение в церкви. И вопросом десятины была объявлена полная амнистия, во-первых, то есть все уголовные дел, что велись, они прекращались, все получали свободу, компенсацию от государства, и отныне все десятины были добровольными. То есть с 1917 года в Российской империи наступила свобода вопроса десятины и приношения. То есть это не оговаривалось никак, ты мог давать, мог не давать. но в Петрограде тогда жгем, вот такая статистика была печальная, 2-3% лишь населения на протяжении 1917 года отдавали десятины. То есть подавляющее большинство массово отказалось от подобного акта. И то в основном отдавали это дворяне, генералы, адмиралы, и даже по перечню. Больше того, сохранилось воспоминание Олега Шевельского, прода пресс-фитера военно-морского флота и сухопутной армии тогдашней, который как раз в этот период времени руководил всеми капитанскими службами, священниками и храмами по всей территории бывшей Российской империи и во флоте, и в армии. Так вот, и в его воспоминаниях прямо указывается, что по ...